Твои текущие проекты. Что за проект у тебя был или есть лучше мы, чем ФСБ? Это старый сервис, который мы делали для мониторинга несовершеннолетних. Родители указывают данные несовершеннолетнего ребенка от 14 до 17 лет. И мы, анализируя его профиль, родителю говорим, что нужно сделать. Опять же, мы не показывали ссылки на то, что человек запостил порно. Мы просто говорили, поговорить с ребенком о сексе или объяснить, что нельзя постить обнаженку туда ты. Или ваш ребенок пишет призывы к сжиганию хачей. Ну, то есть, вот такая вещь. Прикольно, кстати. Мне нравится идея этого проекта. Да, но, кстати, Навальный сделал постик про то, что сраные пидорасы из Сколково сливают все в ФСБ. Я не знаю, с чего он взял, что я из Сколково, я никого к нему отношения не имею, презираю Сколково. Почему? Ну, потому что Сколково это такой, знаешь, большой... Ты знаешь, как хоть одну крупную компанию, которая вышла из Сколково? Нет таких. Я знаю, что там... Есть куча... Обучение. Слышал много про их какое-то обучение, тренинги дорогущие. Да, да. Есть куча стартапов, есть куча достаточно крупных и успешных компаний, которые там зареганы исключительно из-за налоговых льгот. По факту, Сколково это гигантская дырка для бабла. Но не социальный лифт, да, для молодежи. Мы хотим сделать, как в Кремниевой долине, но по факту сделано это все в русских традиционных реалиях. Все дорого, богато, но по факту отваливается и ничего нихрена не работает. Поэтому из русских технопарков мне больше нравится Иннополис. Я считаю, что Иннополис чуть более продвинутый, хотя и там есть тоже свои проблемы. Вот такая вот история. И проект этот лучше мы, он не полетел? Значит, он полетел, мы набрали аудиторию, даже что-то там заработали. Проблема в том, что мы хотели масштабировать его на Европу. И в этот момент в Европе появился GDPR. И мы решили, что поддерживать этот сервис только ради России, ну это как-то не очень будет круто. Вот как-то так. Ну а слоган «Лучше мы, чем ФСБ» был выбран, ну, естественно, из-за хайповости. Но он как бы отражал суть. Мы, как бы, зная, как работает государственный алгоритм, хотели предупредить родителя ребенка до того, как им заинтересуются право хайпового органа. Ну да, Центре придется какую-нибудь карикатуру там, да, либо за порнуху. Ну нормально, я чего и говорю, что мне нравится эта идея благородства. Ну в общем, отказались от этого. Кто знает, в будущем вполне возможно, что один из сервисов, который я очень хочу сделать, это анализ собственного цифрового профиля. Когда бы производитель приходил, говорю, покажи мне все, что у вас есть на меня. Но, к сожалению, законодательно настолько трудно идентифицировать правильно гражданина, что это именно ты, а не я, например, твоей девушке покажу все твои цифровые следы. А брать паспорта и верифицировать я не хочу, потому что я сразу стану оператором персональных данных. В общем, когда я додумаюсь, как это сделать правильно, возможно, мы такой сервис запустим. И из текущих проектов получается у тебя вот этот Тазарус только, да? Да, ну, собственно, это основная наша компания. Все проекты мы сейчас ведем в ней. Мы делаем сейчас кучу B2C сервисов, параллельно ведем всякие разработки B2B.